Пока никого не задержали, но штрафы выписали. В Иркутской области транспортные полицейские следят за порядком на воде. С приходом лета в регионе начинается сезон прогулок на катерах и лодках. И многие судоводители зарабатывают на ярких впечатлениях туристов. Но есть ли у них для этого разрешение? Это выяснили накануне правоохранители. Мои коллеги Даниил Седов и Виктор Черкашин присоединились к рейду. Документы на судно, пожалуйста. На водных дорогах за порядком следят транспортные полицейские. Работы у них становятся больше в летний период, ведь в разгаре туристический сезон. И отдыхающие спешат поймать байкальские волны. А если есть спрос, есть и предложение. В Листвянке много судоводителей, готовых прокатить желающих по озеру. Но есть ли у них документы, которые разрешают такой вид деятельности? Это и выясняют правоохранители у капитанов катеров и кораблей. Мы занимаемся и занимаемся лицензированием. Потому что ситуация изменилась. Мы знаем про это все. То есть вы проинценировались? Да, конечно. Мы занимаемся документами, кораблем и все в процессе. Рейд только начался, а уже транспортные полицейские остановили двух судоводителей без лицензии. Пока таких документов нет на руках, перевозить пассажиров нельзя. Ведь в таком случае капитан судна и его владелец не могут гарантировать безопасность отдыхающим. Поэтому уже на берегу оформляется протокол об административном нарушении. Всего с начала года на воде зарегистрировано 24 подобных факта. Есть и другие проблемные моменты. За пять месяцев от текущего года нами вместе с сотрудниками взаимодействующих ведомств было организовано больше 170 мероприятий, где мы проверяли деятельность перевозчиков. В результате больше 20 судовладельцев были привлечены к административной ответственности. 12 человек были оштрафованы за нарушение правил судопользования. Еще 11 перевозчиков ввели предпринимательскую деятельность, то есть катали пассажиров без лицензии. За это тоже грозит крупный штраф, но только в первый раз. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, то есть лицензии, наказывается административным штрафом до 50 тысяч рублей. Повторное нарушение статьи 14.1.2 КОАПРФ влечет конфискацию судна. И обратно предприниматель получит судно только после оформления всех необходимых документов, ведь все лицензии и разрешения это не просто бумажки. Это свидетельство того, что катер исправен и находиться на нем безопасно. А значит, жизням пассажиров ничего не угрожает, а любой отдых должен быть не только запоминающимся, но и безопасным. Данил Седов, Виктор Черкашин, Новости по будням.